Шесть окна, потрёпанная штукатурка, заплесневелый потолок и стены. Так сейчас выглядит памятник архитектуры федерального значения. Дом профессора Владимира Снегирёва. Этот замок с башнями и шпилями уникален. Автор с особым чувством соединил здесь элементы готики и классицизма. Роман Клейн построил в Москве около ста зданий. Самое известное — центральный универмаг и дом-музей Пушкина. Дом Снегирёва тоже мог бы радовать ценителей искусства и архитектуры. Но здание трещит по швам. Это фактически живой учебник истории архитектуры. Если из книги по архитектуре, из любого учебника выдать страничку, мы потеряем очень много. И если это здание пропадёт, то мы потеряем какой-то очень важный элемент, связанный с творчеством Клейна. После революции здесь были коммуналки, чуть позже городская управа и полицейский участок. Лучше всего в доме сохранилась лестница. Под толстым слоем грязи виден старый паркет. Эти кадры двухлетней давности. Сейчас попасть на территорию особняка и взглянуть на то, как выглядит дом внутри, практически невозможно. Территория охраняется. Снимать здесь запрещают. Я иду, иду, иду. Вот дом в таком состоянии. Известно, что был продан в 2018 году почти за 200 миллионов рублей. Аукцион был в марте 2018 года. Желающих приобрести дом Снегирёва было шестеро. Особняк продавали за 156 миллионов. В итоге стартовая цена выросла почти на 30 миллионов рублей. По итогам вскрытия наибольшая, соответственно, цена, и участник, который подал заявку первым, является акционерное общество «Новая высота». Эта компания обязана привести в должен вид памятник федерального значения. Известно, что соответствующее предписание собственник получил еще в 2018 году. И год назад представил проект реконструкции дома Снегирёва. Разработанный проект поступил на согласование в департамент культурного наследия. После того, как проект внимательно рассмотрят сотрудники департамента, после его согласования собственник обратится в департамент за разрешением на проведение реставрационных работ. Разрешение собственник получит уже в начале апреля. После этого можно будет приступить к реконструкции замка. Работы будут вести под контролем департамента культурного наследия. Алена Лавровна.